Привет, друзья! Меня зовут Ирина и вы на канале Ирина Кукина. Сегодня я варила щи на рыбном бульоне от остатков лосося. Рыбный бульон нужно именно медленно доводить до кипения, иначе он станет мутным. Сильно разогреваю сухую сковороду, выкладываю на нее крупно нарезанную морковь и луковицу и слегка поджигаю. Когда бульон закипел, я сняла с него пену, выкладываю овощи и специи и все вместе на небольшом кипении буду варить примерно час. Я знаю, что рыба варится гораздо быстрее, но я в данный момент добиваюсь неготовности рыбы, а насыщенного вкуса бульона. Крышку закрывать не нужно, пусть все варится в открытом виде. Нагрев отрегулируйте так, чтобы кипение было совсем-совсем небольшим. И еще добавьте в бульон немного соли, это можно сделать или сейчас, или в самом начале. Мне прошло примерно час двадцать, я, кстати, нашла у себя замороженные стебли зелени и тоже отправила сюда же. Ну вот теперь самая нудная и неприятная часть марлезонского балета заключается она в том, что рыбу надо всю выбрать, а бульон процедить. Да, и процедить бульон нужно или в другую кастрюлю, или эту кастрюлю вымыть. Бульон я процедила, видите, какой у него цвет, но не всегда нужен, конечно, такой, иногда хочется светлый бульон, тогда просто не нужно добавлять луковую кожицу. Так, что касается остальных продуктов, я тут покопалась по сусекам и обнаружила следующее, что я буду класть в борщ. Лук, морковь, картофель я уже очистила, стебель сельдерея, есть у меня еще один остался такой кабачок, непритязательный, ну, сойдет. Свежая капуста и свежие помидоры или помидоры в собственном соку или томатная паста. Точное количество не скажу, пропорции примерно такие, одинаковое количество лука и моркови, столько же примерно по весу кабачок, в два раза больше картофеля, а капусты, наверное, раза в полтора больше, чем картофеля. Один стебель сельдерея, ну и помидоры по вкусу, кто-то любит более кислый, кто-то менее, так что ориентируйтесь на себя. Все это нужно нарезать, к моей радости появился муж и взял на себя самую неприятную работу по разборке рыбы. И теперь можно приступать непосредственно к приготовлению щей. Процесс начинаю в загрузке картофеля в кипящий бульон, загружаю, довожу до кипения, нагрев уменьшаю до среднего. В это же время рядом на плите разогреваю сковородку с маслом, на разогретую поверхность выкладываю лук, пару минут на сильном нагреве обжариваю, добавляю морковь и обжариваю все вместе минут 5-7. Картошка у меня молодая, варится она быстро и через 5 минут кипения я загружаю к ней кабачок и сельдерей. Опять довожу до кипения, когда лук с морковью до такого золотистого цвета обжарились, добавляю к ним помидоры. Можно добавить томаты в собственном соку, можно добавить томатную пасту и пусть теперь минут 5-7 тушатся все вместе. Добавляю в кастрюлю пассеровку. И все тоже нагрев увеличиваю, довожу до кипения и нагрев уменьшаю, варю еще 3 минуты. Наконец-то загружаю капусту, довожу до кипения, когда щи в очередной раз закипели, добавляю рыбу, приличное количество. Теперь суп нужно посолить, можно добавить для аромата черный перец. Что касается свежей зелени, ну добавлять ее сюда, это деньги на ветер, то есть пользы никакой, лучше добавить при подаче, но если очень хочется, можно и сейчас и при подаче. Еще добавлю чеснок, натрю его на терке, после добавления чеснока обязательно довести до кипения, иначе щи потом забродят и из свежих превратятся в кислые. Ну и все, теперь нужно попробовать окончательно. Перед тем как пробовать, воды попейте, говорю вполне серьезно, когда много раз пробуешь, потом уже не чувствуешь. Если не хватает кислоты, можно добавить немного уксуса или лимонного сока, томатную пасту уже не нужно добавлять в необжаренном виде, здесь уже все готово. Ну и все, если вкус устраивает, выключайте, закрывайте и дайте настояться полчаса. Вот такие щи свежей капусты у меня получились и обязательно получится у вас, непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита. Я себе добавила сметанки, люблю щи борщи со сметаной, хотя вот товарный вид она конечно портит. Вкусно, я очень люблю такой вариант, именно на бульоне из лосося. Кстати, не знаю как у кого, у нас суповые наборы из лосося можно купить отдельно. Пошла звать мужа, а то помогать помогал, а кормить не кормит.